коллеги я вас приветствую давайте начнем нашу очередную лекцию ну что приступаем гармоническому анализу а параграф 2 l1 теория рядов фурье l1 теория рядов фурье давайте введем обозначение пусть п больше либо равно единички обозначим через lp класс 2 пи периодических измеримых функций определенных почти всюду на r ребят как понимать мне 2 пи периодичность f от t плюс 2 пи равно f от t для почти всех т так договорились значит определенных на r почти всюду и удовлетворяющих условию и таких что сужение f на интервал минус пи пи принадлежит классу вот такому то есть модуль f степени п интегрируемых функций ну вот чтобы эту преамбула не произносить всякий раз я буду говорить f принадлежит lp от t договорились все поехали ну теперь определение до основной давайте отсюда перейду пусть у меня f из l1 от t коэффициентами коэффициентами фурьер функции f по тригонометрической системе эта система может быть записана в вещественном виде а именно это вот такой набор функций или в комплексной форме е в степени е в степени и м x м целая итак коэффициентами фурьер функции f по тригг системе называются числа а к нужно писать от f конечно же они по функции строится это что такое 1 на пи интегральчик f вот t косинус к x д мю от засадки а д мю от t к ноль один два и так далее b к один на пи f от t синус к т д мю от t к один два и так далее это я записал по такой системе можно записать коэффициенты по тригонометрической системе в комплексной форме буду обозначать вот так с крышечкой что это такое так Так, коллеги, пойдет? Можно рассмотреть формально следующий ряд. Рядом фурия по тригонометрической системе называется формальный ряд вида. Вот как буду обозначать? Вот так. Значит, это всего лишь обозначение. Сам ряд. Так, что это у нас такое? АК косинус КХ, ВК синус КХ. И по такой системе комплексно в виде записываю. Ребята, почему я здесь поставлю равенство, пока непонятно. Но поставлю, потом объясню. Сейчас, чуть попозже. На ближайшее время, коллеги, это основной объект нашего исследования. Договорились? Все хорошо. Давайте с вами посмотрим. Ну что, есть у нас формула Эйлера, да? Которая показывает, как связаны коэффициенты. Значит, напишите, используя формулу Эйлера, установим связь коэффициентов фурия. Ну, давайте с вами посмотреть. Что это такое? 1 на 2π от минус π до π f от t. Коллеги, а так, как можно мне вот эту экспоненту расписать? Косинус К, да? К, Т. Так. Ну, давайте для плюса что будет? Минус, да? Там же минус стоит, показатели. Ну, если минус возьмем, то наоборот с плюсом. Так, коллеги? И синус К, Т, Д, мю, Т. Коллеги, пойдет? Равно. Ну, давайте с вами соберем. Соберем, соберем, соберем. Что это такое, коллеги? Если я раскрою. В обозначениях, ну, двойка, да, тут стоит. А здесь АК, минус, плюс и ВК. Пойдет, коллеги? Отлично. Ну, давайте 0, это А0 пополам. И вот здесь вот К, это натуральный. Ну, что, коллеги, ну, отсюда можно достать и АК, и ВК, да? Всем понятно, коллеги? Получается, у меня первая причина, почему здесь писать равенство. Потому что линейные оболочки, то есть линейные комбинации по функциям такого вида и по функциям такого вида, да, с комплексными коэффициентами, одно и то же, да, эти линейные оболочки совпадают. Линейные комбинации по системам, по тригонометрической системе называются тригонометрическими многочленами. Потом дадим определение, сейчас пока не пишите. Тригонометрический многочлен. Так, значит, но более существенное, да, основание того, что здесь писать, оно, кроется в следующем. Итак, вот смотрите, я хочу в каком-то виде рассматривать сходимость. Но прежде всего, это сходимость какая? Частичных сумм, да? Вот, значит, давайте с вами посмотрим, как записываются частичные суммы ряда фурье по триг-системе. Ну, вот я запишу. Ну, и давайте с вами раскроем. Коллеги, если я все вот это вот подставлю сюда, распишу аккуратно, то получу совершенно неожиданно вот такую вот вещь. Получается, что, ну, как предел такой, такого вида частичных сумм, да, совпадает с пределом частичных сумм симметрических, да? Видите, ребят, здесь одинаково расходятся они, так, симметрических сумм такого ряда. Поэтому, что я тут К надо написать? Да, конечно, спасибо, К. Коллеги, пойдет? Все понятно? Так что теперь вот эта запись формализована, да? Как будем понимать итоговую запись, если я хочу под этим смотреть как число, да? Это предел последовательности вот таких симметрических частичных сумм. Ну, все, теперь я обосновал, в каком смысле я буду писать это ряда. Коллеги, давайте я скажу, и такой, и такой вид активно используется в жизни, но в теории я буду почти всегда использовать комплексную форму. Она более компактна, все утверждения более наглядны, и это вот, попытаюсь сегодня это вам доказать. Договорились? Все, хорошо. Пару слов скажем об основных свойствах коэффициентов Фурии. Их здесь можно рассказывать. Огромное количество свойств, как меняется при сдвиге коэффициенты и так далее. Но мы остановимся на двух основных свойствах. Свойства коэффициентов Фурии. Значит, я буду писать, а вы скажете, да, очевидно ли это вам. Пусть Ф, это у нас функция из 1Т, альфа, бета, какие-то комплексные числа. Скажите мне, пожалуйста, что будет, если я рассмотрю... Так, теперь Ф, Ж. Линейную комбинацию функций и рассмотрю коэффициент Фурии. Что такое коэффициент Фурии? Интеграл. Интеграл обладает свойством линейности. Все, ну, значит, что вы скажете, это линейная комбинация с теми же коэффициентами коэффициентов Фурии слагаемых. Так, коллеги? Отреагируйте, все ли понятно? Ну, напишите там по свойству линейности интеграла Лебега, да? А вот это вот менее очевидно, но тоже должно быть понято легко. Скажите мне, пожалуйста, как ведут себя коэффициенты Фурии на бесконечности. Ну, раз я нарисовал стрелку, то что-то там простое, да, стоит. Ну-ка, посмотрите, пожалуйста. Просто я хочу сказать, что стремятся к нулю. Кто мне скажет, почему? Лемма Риммана в осцилляции как раз и говорит, что интегралы такого рода, да, как интегралы от параметра n стремятся к нулю, когда вот этот показатель по модулю стремится к плюс бесконечности. Так, коллеги? Ну, все, тогда я записываю по лемме Риммана в осцилляции, да? Ну, не пишу так. Все замечательно, коллеги. Все остальные свойства по пути, а то я уже стал отставать от семинаров. Коллеги, все ли понятно здесь? Хорошо, давайте с вами займемся. Значит, это, можно сказать, было вступление. Поговорили о коэффициентах Фурии. Давайте назовем параграф, не параграф, говорю, пункт. Поточечная сходимость рядов Фурии, да? Поточечная сходимость рядов Фурии. Коллеги? Хорошо, давайте я уберу. Хоть времени не хватает, но не удержусь. Я прокомментирую исторические тригонометрические ряды возникли в переписке Эйлера, Даламбера и Бернули о решении уравнений колебаний струны. Называется «Спор о колеблющейся струне». Вот такая переписка получила название. Но по-настоящему переворот произошел в 1809 году, когда Жан-Батис Фурье представил на Парижской академии наук доклад о рядах Фурье в следующем контексте. Он решил с помощью этих рядов тогда наиболее важную проблему того времени. Это решение уравнения теплопроводности, это уравнение частных производных, отвечающие за распределение теплоты. Это был переворот. Но потом мир отвлекся на наполеоновские войны. В 20-е годы он издал книгу Фурье «Аналитическая теория теплоты». И ну все, рядами Фурье надо заниматься. Почему? Потому что вот они решают такие вот важные проблемы. Но Фурье в своих изысканиях, он чисто формально, пусть функция представима, записывал в ряд Фурье. Он не занимался вопросами, когда это можно сделать, когда нельзя. Ну после этого пришлось задуматься, а когда все ли функции, какие функции раскладываются в ряд Фурье. Этот вопрос оказался настолько содержательным и настолько сложным, что он в конечном счете перестроил всю математику. Я могу только одно сказать, что, например, Кантер свою теорию множеств создал, занимаясь рядами Фурье, ну единственностью представления ряда Фурье. Ну меняем бесконечное множество, вот нам значение функции на бесконечном множестве точек. Как-то иногда ряд фиксирует изменения, иногда не фиксирует. Значит бесконечности бывают разными, ну и так далее, и так далее. Он свою теорию построил. Так что один из примеров. Ну мы вслед за гениями будем постепенно рассматривать, какие вопросы здесь возникли. Договорились? Вот такое у меня вступление, почему эта теория так важна для анализа, ну естественно и для математики в целом. Так, коллеги, ну что, давайте вслед за Дерехле сделаем первые шаги. Еще один гений занял после Гаусса кафедру в Геттингеме, ну вот удачный выбор, скажем, он первый предложил достаточные условия сходимости рядов Фурье. Ну давайте сделаем этот шаг, который сделал Дерехле. Итак, поехали. Значит, что я здесь скажу? Запишем частичную сумму рядов Фурье в виде интеграла. Коллеги, вот я специально еще вчера напомнил о том, что можно посетить сегодняшнюю лекцию. Мне кажется, вот этот вот шажок, он нетривиальный, и нужно вот четко понять, в какой момент здесь возникли интегралы. Ну давайте с вами запишем в виде интеграла. Итак, ну что, поехали. Частичная сумма у нас есть. Как мы договорились, я буду работать в комплексной форме. Пишу, что это такое. Ну скажите мне, как там все выглядит. Это у нас вот такая вот вещь. Так. А здесь записать нужно вот этот вот коэффициент. Ну записываю. 1 на 2π интегральчик. f от t на e в степени минус i. Что тут написал? kt. d мю t. Записал, скобку закрыл. Это я коэффициент записал. Так, коллеги? Да, множить на e в степени i. Если это n. Сейчас, kt коэффициент. Да. kx. Пойдет, коллеги? Вот здесь минус, а здесь нет. Там плюс. В ряде фурье. Так. Коллеги, пойдет? Все замечательно. Двигаемся дальше. Равно-равно. Поехали. Итак, скажите, пожалуйста, пользуюсь линейностью интеграла. Выношу. Тогда у меня записывается. Что записывается? 1 на 2π интегральчик. f от t. А здесь вот такая вот сумма. Какая сумма? Ну, давайте вот эти вот экспоненты объединю. И будет i, k, x без t. Скобку закрыл. d, μ от t. Коллеги, понятно? Давайте введем обозначение. Вот эту сумму обозначим через dn. Тогда здесь написано dn от x минус t. где dn название n-ое ядро дирехлея. Давайте я сюда, да? dn, n-ое ядро дирехлея. Ну, давайте двоеточие поставлю. Ну, поясним, да? Что это такое? Ну, еще раз. Это вот так. Я давайте здесь вслед за... Ну, как на фистехе принято. Давайте я двоечку вот сюда перекину. Простите. Это не принципиально, но так вам будет легче сравнивать с другими. Так, источниками. Ребят, это у нас что такое? От t записал. Ну, помогите. И kt, так? Правильно? От t, от t. Вроде так. Ну, скажите, а что это такое? Ну, вот здесь вот есть нулевое слагаемое, одна вторая, а остальные по парам рассыпались и получили. Вот такие вот по формуле Эйлера. Е в степени икт плюс Е в степени минус икт пополам. Правильно. Косинус кт. Так? Коллеги, видно в частности, что ядро дирехле четная функция? Все замечательно сказали, да? Давайте продолжим разговор. Приведу-ка я это все в более приемлемом виду, так, чтобы суммы не было. Итак, пишем, просуммировав геометрическую прогрессию при t, ну, там будет в знаменателе возникать, 2πm, вот это, так, объясню, получим. Все получим. Ну, давайте, я вот теперь обещал вас убедить, что комплексная форма удобна для всевозможных вычлений. Смотрите, ну что, пишу 1, 2, вытащу отсюда слагаемое с наименьшим k. e в степени минус и nt. Что останется, ребят, от этой суммы? Ну, единичка, да, останется. Было ж такое слагаемое. А дальше что будут? Плюс и t, плюс e в степени 2 и t. Коллеги, видно? И так далее, и так далее. Иду, иду, и дойду до последнего 2n и t. Так, коллеги? Все отлично. Ребят, скажите мне, пожалуйста, всем ли видно, что это геометрическая прогрессия с показателем q равной e в степени t? А при выводе формулы, когда мы n-ой суммы геометрической прогрессии, мы чем пользуемся? Мы пользуемся только свойствами чисел. Поэтому она справедлива не только в поле действительных чисел, но в поле комплексных чисел. Так какая-то формула-то у меня возникнет? Ну, как вы привыкли со школы, может, скажете. 1, 2, e в степени, сейчас я запишу. Ну, дробь, да, будет? Да, на единичку больше 2n плюс 1 и t минус единица, так? Коллеги, видно? На, ну, 1 минус q, так? Или q минус 1, я здесь в другом порядке. Вот так. Коллеги, все ли понятно? Все замечательно. А теперь, ну, смотрите, у меня же здесь вещественная функция. Что еще раз? Ит. Ит. Коллеги, вот до этого момента понятно? Все замечательно. Давайте свернем, увидим здесь вещественную функцию. Вещественно-значную функцию. Ну, как? Подправлю. А как подправлю? Ну, давайте-ка двоечку сюда запишу. Поделю на е в степени и t пополам. Что будет? Ну, то есть, домножу числитель и знаменатель на е в степени минус и t пополам. Тогда здесь будет е в степени и t пополам. Так, половинку забрал. От единички что осталось? Е в степени минус и t пополам. Скобку закрыл. Так. Здесь что происходит? Ребят, отнимаю минус n. Ушло. И еще половинку, t пополам. Что будет, коллеги? Е в степени n плюс... Ну, надо было плюс 1 написать, когда отнял. Но еще я половинку отнял. Плюс 1 вторая. Итак, и t минус e в степени минус n и еще минус половинка. Минус n плюс 1 пополам и t. Как, коллеги? Все понятно? Внимание, вопрос. Что будет, если я числитель и знаменатель поделю на 2i? Что-то такое знакомое должно быть по формуле Эйлера. Так, ребят, что-то плохо, да? Формула Эйлера. Давайте я где-нибудь на полях напишите. Такая у нас вещь, да? Косинус альфа это что такое? e в степени и альфа плюс e в степени e минус альфа пополам. Так. А синус альфа e в степени и альфа минус e в степени и альфа на 2e. Так, коллеги? О, так это ж синусы. Пишем и радуемся, так? Так, а что у нас здесь получается? Синус n плюс 1 вторая t, так? А здесь, ну вот это двойка и синус t пополам. Коллеги, пойдет? Вот смотрите, здесь нули у синуса, да, возникают вот в этих точках. Я их исключил. Но на самом деле здесь должно быть понятно, что здесь устранимая особенность. Почему? Ну, функция-то непрерывная. Давайте посмотрим, в этих точках какое значение у ядра Дерехле. Ну, здесь все просто единички дают, да? n плюс 1 вторая, так, коллеги? Ребят, все ли здесь ясно? Что нету? Ну вот, это не принципиально, дело обозначении. Я вам могу предложить на выбор ряд книг, где этой двойки нет, где есть, где есть двойка и есть пи, где нет двойки и нет пи. Так что это неважно. Вы выберете какой-то путь. Здесь нужен именно путь, который нужно пройти, а не запоминать итоговые формулы. Ребят, мне кажется, быстрее я не могу это вывести. Вот я бы тригонометрию здесь бы вспоминал, вот бы я где-нибудь запутался и вряд ли я так быстро бы получил. Вот показываю, как комплексный экспонент позволяет побыстрее это все делать. Договорились? Все, хорошо, двигаемся дальше. Ну что, давайте подытожим, что там у нас вслед за Дерехле. Надо получить следующую лемму. Так, все это изыскание Дерехле оформил в 1829 году. Ну, давайте здесь подведем итог. Ну, лемма Дерехле, не Дерехле. Давайте так. Пусть у меня F из L1 от T. Напоминаю это, я сократил какую запись? 2 пи периодическая, да, на отрезке длины периода. Да, на, там что-то, да, 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 вот, хорошо. И пусть дельта у нас вот такое. Тогда для любого X из R выполнено следующее. n-ая частичная сумма записывается в следующем виде. Ребят, давайте пропустим, еще попреобразуем, а потом, что будет, выпишем, да. Говорю же, надо путь запомнить. Итак, давайте с вами обсуждать. Хорошо, хорошо, рассмотрел. Давайте я, наверное, здесь уберу, да. Так. Коллеги, вот у меня частичная сумма записана вот в таком виде. Так. Давайте сделаем замену. Итак, напишите, в последнем интеграле сделаем замену. В последнем интеграле сделаем замену. Тогда у нас, что будет здесь? Да, какую не сказал замену. S равно X минус T. Ну, понятно, вот это хочу здесь новой буковкой. Скажите мне, пожалуйста, 1 на π останется. Здесь у меня будет F от T. Как будет выражаться? X без S. Так, коллеги? Это у меня dn от S. dμ S. Так. Коллеги? Равно. Надо показать, а куда отрезок-то перешел. Куда перешел отрезок? Был отрезок минус π, а теперь добавляется X. Всем видно? Добавляется X. Будет X минус π, X плюс π. Коллеги, понятно? Все замечательно. А теперь вспоминаем, на чем мы остановились в прошлый раз. А мы с вами обсуждали, что когда у меня есть периодическая функция, то неважно, по какому отрезку длины периода я буду интегрировать. Так? Вот эта длина какая у меня? 2π. Ну, как и надо. Значит, я могу здесь записать смело в каком виде, коллеги? 1 на π и вернуться опять к старому отрезку интегрирования. Так? Д, Н, Т, Д, мю, Т. Что еще раз? А эта функция тоже периодичная? Эта функция тоже периодичная, да, коллеги? Вот это хорошее замечание. Так. Ядро Дерехле тоже периодическая функция. Ребят, ну, доведу до какого-то тут осмысленного выражения. Найдем отдыхать. Вот здесь все понятно? Так. Давайте с вами посмотрим. Надо же еще что-нибудь использовать про Дерехле. Давайте с вами посмотрим четность. Обсуждали мы, да? Ну, давайте с вами воспользуемся четностью. У меня же здесь симметричный промежуток. Итак, что, используя четность ядра Дерехле, сумму СН можно переписать в каком виде? Разбиваю на 2 и делаю в одном замену Т на минус Т. У меня возникнет вот такой вот. А в силу четности здесь ничего не поменяется, так? Значит, я пишу ДН на Т. Ну, и сразу давайте я распишу в виде. Синус Н плюс 1 вторая Т на 2 синус Т пополам. Д мю Т. Уважаемые коллеги, все ли понятно, откуда это взялось? Еще раз. До этого мы дошли, разбили отрезок на 2. И в отрезке, в интеграле по отрезку от минус Пи до нуля сделали замену Т на минус Т. Тогда у меня функция отреагировала заменой Т на минус Т. Дерехле, а ядро Дерехле никак не отреагировало, так как четное. Так? Все, значит, я переписал в таком виде. Коллеги, пойдет? Все, теперь пусть у меня зафиксирована дельта вот в таком виде. Тогда... Что еще раз? Давайте я сейчас закончу. Подойдите в перерыв, я еще раз пропишу подробно. Уважаемые коллеги, давайте я здесь закончу. Тогда что я могу здесь записать? Скажите мне, пожалуйста, могу я записать вот в таком виде? Так, ну давайте уберу. Тогда могу переписать вот в таком виде. СНХ. Ну поехали. Возьму я интегральчик от нуля до дельта. Ну от всего вот этого выражения, да? Нет, не от всего. Вот от такого. Так, я что-то уже здесь начал преобразовывать. Давайте непонятно откуда. Хочу вот здесь заменить на Т. Много ли я при этом потеряю? Да, вот такой вопрос у меня стоит. Так, поехали. Плюс. Что у меня здесь? От нуля до дельта я проинтегрировал. Плюс остаточек, какой он у меня будет? От дельта до π. Так, коллеги? Что там будет? f от х плюс т плюс т плюс вот так, синус, n плюс 1, 2, t, d мю от т. Вот я хочу такие интегралы записать. А что осталось? Да, на π надо плюс, ну давайте с вами посмотрим, а что же есть такое, да? Значит, f от х плюс т, f от х минус т. Уважаемые коллеги, что я здесь сделал, да? То есть у меня был вот такой вот интегральчик. Какой интегральчик? 1 на синус 2, синус т пополам. Сейчас, ребят, вот здесь вот я скобку закрою и на синус n плюс 1, 2, t. d мю от t. Ребят, это был у меня такой интегральчик, так? А я добавил вот такой интеграл. От нуля до π от такого выражения. Ну раз добавил, надо, чтобы ничего не изменилось, вычесть. Вычитаю. А что я вычитаю? 1 на t. Коллеги, вот понятно, вот эти преобразования понятны? То есть я добавил интегральчик и вычлел интеграл, да? А теперь разбираем каждый интеграл вот дельности. Давайте, мне интересует особо второй и третий интеграл, в силу того, что с ними полегче работать. Вот давайте с вами посмотрим, что вы можете сказать про подинтегральную функцию. вот в этом части интегральной функции второго интеграла. Давайте так. Во втором интеграле функция f от x плюс t плюс f от x минус t на t. Ребята, скажите мне, пожалуйста, что можно сказать про каждый из вот этих слагаемых в числителе, если f была интегрируема на любом отрезке периода? Ну, два периодической функции. Ну, они просто получаются с двигами, так? Так, то есть каждая из этих функций осталась измеримая, интеграл по периоду, да, у нее конечен. Значит, каждая из них лежит в l1 от t, так? Коллеги, вот этот такой момент важный усвоили. Сумма, значит, интегрируемая функция. А что можно сказать про функцию 1 на t? Где? На отрезке от дельта до π. Эта функция хорошая, непрерывная. Мы отделились от плохой точки 0, так? Значит, это у меня функция интегрируемая. Произведение интегрируемых функций, да, это просто ограничено. На ограниченную функцию, на ограниченную непрерывную функцию, что получаю? Интегрируемую функцию. Значит, я получаю, что эта функция интегрируема где? На отрезке дельта π. Коллеги, все здесь было ясно. Давайте я попытаюсь провернуть ту же самую идею, вот что здесь, в третьем интеграле. Скажите мне, пожалуйста, функция... Сейчас. Если я рассмотрю вот такую функцию... Что можно про нее сказать? На каком промежутке от 0 до π? Можно сказать, что эта функция непрерывная на полуинтервале. Вот. Хорошо, непрерывная. Мне нужно с ограниченностью. Тогда бы я, как и во втором интеграле, бы сделал вывод такой. Будет ли она ограниченная? Непрерывная функция. Вот какое у нее поведение в окрестности нуля, надо выяснить. Ну, мы же только формулу Тейлора, да, с вами изучали, что пора бы и применить. Давайте приведем к общему знаменателю. Произведение синуса Т пополам на Т, да, здесь будет. Тогда здесь что будет? Т минус 2 синус Т пополам. Разность будет какая по формуле? Ну-ка скажите. По Т. Куб. Да, это же нечетная функция. Первая слогом уходит. Остается порядка Т в кубе. А это у меня порядка Т квадрат. Значит, предел существует и равен нулю. Бесконечности как? Числитель больше, да, порядок? Все понятно, коллеги? Значит, это стремится к нулю при Т стремящемся к плюс ноль. Непрерывная функция, которая может быть доопределена нулем в нуле, да? Значит, мы получаем, что это ограниченная непрерывная функция. Следовательно, G непрерывно и ограничена на вот таком вот. А? Да, нет проблем, да. Коллеги, пойдет вот с этим? Хорошо. Давайте теперь с вами посмотрим. Значит, вот эта функция непрерывно ограниченная. А значит, при домножении на интегрируемую функцию я получаю снова интегрируемую. Да, значит, f от x плюс t плюс f от x минус t на g от t интегрируем она где? На отрезке, ну, на вот таком вот промежутке. Ребят, а ради чего я это делал? Чтобы сказать вывод. А какой вывод? Чем воспользоваться? Чем воспользоваться хотелось бы? Правильно, молодцы. Лемма Риммана об исцеляции. Если у меня домножается функция на что? На синус лямбда t, где лямбда стремится к бесконечности, то интеграл стремится к нулю с ростом n. Было такое, да? Лемма Риммана часть. Так, значит, что мы заключаем? По лемме Риммана заключаем, что второй и третий интеграл стремятся к нулю с ростом n. Договорились? Значит, напишите, второй и третий интеграл стремятся к нулю с ростом n. При n стремящемся к бесконечности. Договорились, ребят? А ну-ка с вами переварим. Так что же мы с вами доказали? Что, во-первых, да, вот гений, да, Дерихле в чем? Он заметил, что надо свести задачу про ряды к задачи про интеграл, да? А дальше, что задача локализуется в окрестности нуля, так? То есть, все зависит от вот такого интеграла. У нас принципиальным является только вот этот интеграл. Все остальное уже хорошо, да, стремится к нулю, так? Значит, записываю вывод, возвращаемся, что это у нас f от x плюс t плюс f от x минус t на t синус n плюс 1, 2, t, так? d, μ, t плюс, да, плюс у малая. Ну давайте один раз я подробнее напишу. Напишу ε, бесконечно малая, но она, всем понятно, что она не только от номера зависит, но и от точки, да, в которой берется. Так, где εnx стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности? Коллеги, отреагируйте, все ли понятно здесь? Ну вот мне очень хотелось, чтобы как можно больше человек, так сказать, познакомились с этой, вроде бы несложной, но в то же время, видите, до нее какое-то время было не сразу даже. Вот вопрос свести к интегралу и интеграл локализовать. Теперь, мне кажется, вас не удивишь, да, откуда возникают на практике вот такие вот сходятся, да, вот мы на семинах уже в некоторых группах начали, да, сходятся к полусумме значений. Откуда это все? Да вот, вот они уже возникли, эти полусуммы, так? Хочу, чтобы это не было каким-то вот ну необычным мероприятием. Все должно быть естественно. Давайте сделаем пару минут перерыв. Так, коллеги, несколько исправлений, да? Это третий, да, параграф. Так, еще одно замечание, ну, по делу. Давайте я скажу, здесь всем понятно, а то я как-то не прокомментировал, что аргумент синуса n плюс 1 вторая t, то есть здесь вот так стоит. Да, так. Хорошо, коллеги. Все, ну, двигаемся, двигаемся дальше. Давайте получим следствие. Следствие. Пусть у меня функция принадлежит L1t и фиксировано x. Тогда скажите мне, пожалуйста, когда ряд Фурье сходится к числу s? Ответ. Вот тогда. Когда существует такое дельта больше нуля, ну, давайте от нуля до π напишем, что предел интеграла от нуля до дельта f от x плюс t плюс f от x минус t минус 2s t синус n плюс 1 вторая t d мю t начал мельчить. Давайте аккуратно запишу. Когда предел от нуля до дельта f от x плюс t плюс f от x минус t минус 2s поделить на t синус n плюс 1 вторая t d мю от t, такой вот интегральчик, стремится к нулю с ростом n. Ох, прям критерий сходимости, да? Ну, давайте с вами докажем доказательства. Давайте эту формулу 1 запишем. Я хочу для функции f тождественно равной единичке посчитать частичную сумму двумя способами. Скажите мне, пожалуйста, вот у меня было такое замечание. С одной стороны, частичная сумма равна чему? Ребята, вот в самом начале у нас интеграл какой там возник? От функции, да? Ну, 1 на π напишу. От функции на вот x минус t, так? Правильно, коллеги? Было такое? Ребят, отреагируйте. Это в начале, да? Мы так записали. А скажите мне, пожалуйста, а если я проинтегрирую... Ну, сделали замену, тра-та-та-та-та-та-та. Не пишите это. Вот если я проинтегрирую ядро Дерехле, что получится? Вспоминаем представление через косинусы. Поглядите, пожалуйста. Если мы интегрируем по периоду, то интегралы по всем косинусам уйдут, так? Ну, это же 2π периодические функции. Уйдут, значения на концах одинаковые. Значит, останется что? Интеграл от 1, 2. Интеграл от 1, 2 по отрезку длины 2π. Это π. Ну, как и хотелось, да? Получаю ту функцию, которую разлагаю. Она же хорошая, должна представляться, да? Пределами. А с другой стороны давайте с вами посмотрим, что можно по формуле 1 записать. Что будет, если я сюда подставлю единичку? То будет двойка так. Правильно, коллеги? Будет 2π интеграл от 0 до дельта. А, коллеги, что там будет? Синус. Синус n плюс 1, 2 т на т. Д мю т плюс бесконечно малое, так? Ребят, пойдет? Вы перепишите, а я здесь позволю. Я оставлю только вот это и вот это равенство. Значит, имеем вот такое вот равенство. Ну, теперь очевидно, вот этот вот критерий очевиден, коллеги? Домножим обе части этого равенства на s. 2s, да? На 2s. И вычтем из 1. И вычтем из 1. Что я получу, коллеги? И вычтем из 1. Тогда что я получу? Частичная сумма. Ну, помогите. Частичная сумма. Так, что-то у меня здесь не сходится, да? Должно быть... Сейчас. А почему я на 2? Да, простите, на s. Двойка уже есть. На s. Так, значит, если я... Значит, здесь стоит s. Вычитаю. Что получается, ребят? Я должен вот такой вот интеграл с 2s, да? Вычесть. Вычесть вот из правой части. Что получится, коллеги? Правильно. Получается интеграл вот такого вида. От нуля до дельта. f от... Так. Так. И вот это 2s, которая здесь возникла. Так, правильно? Минус 2s поделить на t синус n плюс 1 вторая t, d мю от t. Так, коллеги? Ну, плюс какая-то своя умалая. Там была умалая, сложил с этим умалым, получил новую умалую. Так. Коллеги, все ли понятно? Стоп, машина, доказали. Скажите, что значит предел частичных сумм ряда фурье равен s? Существует вот этот предел равен нулю, да? А он когда равен нулю? Когда предел вот этого ноль. Что и было заявлено, так? Все. Задайте вопросы. Быстро, да? Или как? Нет? Нормально, да? Хорошо. Ребят, нужно что-то здесь еще пояснять? Ну, здесь можно и на любой заменить. Все остальное сводится к кусочку по лембе Римма на стремящемся к нулю. Поэтому достаточно найти одно дельта. Да, согласен. Коллеги, ну пора пожинать плоды. Давайте с вами первый плод. Уже серьезная теорема. Уважаемые коллеги, давайте посмотрим на коэффициенты фурье. Всем видно, что они определяются глобальным поведением функций по всему промежутку. Ряд фурье в точке, а коэффициенты все равно считаются у нас на всем промежутке от минус пи до пи. Совершенно неожиданное свойство, что ряд фурье по сходимости определяется только в малой окрестности точки. То есть то, что зависит, да, вот предел, существование предела его величина определяется только малой окрестностью точки. Это неожиданное утверждение принадлежит другому гениальному математику Римману, который занимался рядами фурье и вот по пути много чего открыл. Значит, называется следующая теорема «Принцип локализации Риммана 1854 год». Давайте это уже теорема. Это уже теорема. Один. Принцип локализации Риммана. Пусть у меня функции f и g вот такие. Если функции f и g совпадают в некоторой окрестности точки x, то ряды фурье s, f, x и s, g, x сходятся или расходятся одновременно и, если сходятся, то к одному значению. Доказательства. А нечего доказывать. Очевидное следствие из леммы 1. Но давайте с вами посмотрим, почему это так. Пусть у меня функции f и g совпадают в каком-то интервальчике x минус дельта, x плюс дельта. Для некоторого дельта больше нуля. Тогда, коллеги, скажите мне, пожалуйста. Давайте я подробно напишу. Коллеги, справедливо вот это? А если так, то взгляните, пожалуйста, на формулу 1. Значит, с одной стороны я числитель могу заменить на такую функцию, а могу и на такую функцию здесь какой-то, да? Вот на этом отрезке могу заменить. Так, уважаемые коллеги? И у нас получается с одной стороны с точностью до бесконечно малой я получаю частичную сумму ряда фурье f, а с другой стороны с точностью до бесконечно малой частичную сумму ряда фурье g. Значит, они будут сходиться одновременно, и если сойдутся, то к одному пределу. Так? Всё. Ну, напишите. Теперь утверждение следует из леммы 1. Утверждение следует из леммы 1. Так, двигаюсь дальше. Давайте быстро с вами получим достаточные условия. Теорема 2. Признак Дини. Улис Дини, итальянский математик, получил этот признак в 1880 году. Звучит так. Пусть у меня функция f из L1, t. Так, если для числа S найдётся дельта больше нуля, такое, что интеграл от нуля до дельта f от x плюс t плюс f от x минус t минус 2s поделить на t модуль модуль д мю от t сходится, то ряд фурьер S в точке x. Ну, давайте, в точке x, да, уже написал, сходится к S. Если вы подобрали число S, что вот такой интеграл оказался сходящимся, то это как раз то число, к которому сходится ряд фурьер в точке x. Коллеги, понятны условия, да? Ну, вот смотрите, какую мы работу проделали большую. Скажите мне, пожалуйста, должно быть очевидно, да, вот по этому следствию. Ну, давайте с вами переварим. Что вот здесь написано? Вы согласны, что t у меня положительно, поэтому я могу вот здесь... А, нет, не надо мне здесь. А, нет, можно и здесь, да, сказать. Да, навесил модуль на всё. Скажите, интеграл этот конечный. Значит, функция как называется? Ну, всё, измеримость есть. Интегрируемая функция, так? Скажите мне, пожалуйста, если она интегрируема для какого-то промежутка, то я всегда могу, уменьшая, считать, что у меня дельта попал вот сюда, так? Если она интегрируема на всём, да, модуль интегрируем на всём, то интегрируем под отрезкой здесь, так? Значит, смотрите, значит, у меня найдётся дельта, такое, что вот такой вот интеграл я могу рассмотреть. Почему он стремится к нулю? Совершенно верно. По линии Риммана в осцилляции. Итак, напишем, что тут у нас, да? Функция f при выполнении условий теоремы 2. Функция вот такая. Минус 2s, она у нас интегрируема на промежутке для некоторого дельта. Поэтому утверждение теорема 2 следует... Вот так, значит, теорема 2 получается, да? По следствию... Так, напишу предел, да? Тогда по Лемми и Риммана у меня предел вот такого вот интеграла... Ноль. Ну и теперь утверждение следует... Теперь Т2 вытекает из следствия Леммы 1. Ох, ну работу проделали. Уже какие-то простые утверждения сходу получаем. Так? Лемма Риммана, то я, да? Лемма Риммана в осцилляции, да. Всё, другой не будет. Лемма Риммана в осцилляции. Да, по Лемме Риммана, ребят, я оговорился. По Лемме Риммана в осцилляции. Буду называть полные, как бы сказать, звания регалий. Если нужен принцип локализации, буду говорить принцип локализации, да? Уважаемые коллеги, всё здесь ясно, хорошо. Давайте получим, наверное, самый ходовой на практике признак. Следующий. Следствие. Пусть у меня функция F из L1T и какая-то точка из R зафиксирована. Если в точке X существуют конечные односторонние пределы, то есть это точка разрыва первого рода. И существуют конечные обобщённые производные. Ну, давайте я поясню, что это такое. Вот я хотел бы записать правую производную в точке. Я должен записать вот так, да? Правильно, коллеги? Ну, у меня значение может в точке и не быть. Но всегда есть правый предел, так? Поэтому если я вот здесь заменю значение правым пределом, то буду называть обобщённое правое производное. То есть это обычное правое производное, после того, как мы доопределили значение односторонним пределом, так? Ну, и аналогично левая обобщённая производная. Здесь минус, минус и здесь плюс-минус. Итак, пусть у меня в точке существуют односторонние пределы и односторонние обобщённые производные. Всё конечное. Тогда тогда ряд Фурье F сходится в точке Х к значению полусумы односторонних пределов. Если к тому же Ф непрерывно в точке Х то сойдётся к значению. То сойдётся к значению. Пойдёт, ребят? Всё хорошо. Давайте закончим лекцию доказательством этого утверждения. Итак, посмотрите, пожалуйста, что там у нас нужно доказать. Сведём к признаку Диния. Я хочу вот этот вот интегральчик с вами обсудить. Давайте с вами определим функцию. Значит, определим функцию Фи от Т от точки Х, конечно, зависит. Это вот Ф от Х плюс Т минус Ф плюс Ф от Х минус Т Т здесь минус 2С при Т больше нуля. Пойдёт, ребят, скажите, тогда тогда я могу рассмотреть разбиение, да, её, вот С, С у нас конкретное, да, вот такое. Значит, я могу разбить это на два слагаемых. вот такое и такое слагаемое. минус 0. При Т, стремящемся к нулю, куда это всё стремится? Это всё стремится при Т, стремящемся к нулю справа, к альфа плюс, плюс, альфа минус, так? А это числа, так? Значит, смотрите, у этой функции предел конечный, так? Ребят, это понятно? Всё, значит, у меня функция, какая, что можно сказать? Она ограниченная, так? Эта функция ограничена, а значит у меня этот интеграл сходится, так? Всем понятно, ребят? Функция ограничена на, ну, сейчас, интегрируема на отрезке от нуля до дельта, так? Так. Следовательно, Фи напишу, она ограничена на некотором интервале ноль дельта, вот, а значит утверждение, утверждение следует из признака Дини. Как следует, ну, интеграл конечный, так? У нас. Ребят, видим, что у нас здесь на самом деле это грубоватая условия, здесь намного можно ослабить, так, чтобы здесь еще какая-то степень Т вылезала, которая с вот этой степенью коммутирует. Ну, это уже детали оставим на следующий раз. Все, всем спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok